Владимирцам показали, что гжель может быть не только синей. В палатах открылась выставка проекта про формы, представляет которой объединение мастеров цех номер один, а также Московский союз художников. Авторы знакомят посетителей с уникальными техниками работы с керамикой, графикой и гобеленами. Заслуженный художник России Константин Александров – специалист по керамике. Фрагменты жизни – одна из его сложнейших работ. Здесь я применял не только керамику, здесь у меня есть стекло и металл. И здесь я сделал это на маленьких плитках, если вы это видите. И они как бы сами собой сложились, вот эта тема. Вся жизнь у нас из каких-то фрагментов состоит, поэтому я эти фрагменты сложил вместе, и вот как бы у меня фрагменты жизни получились. Для того, чтобы знать все техники работы с керамикой, необходимо трудиться очень долго, говорит мастер, который сам отдал этому промыслу больше десяти лет. Его коллега Елена Потапова также работает с керамикой. Ее декоративные блюда из серии «Черное и красное» символизируют вечные ценности на фоне приходящей, уходящей жизни. Вообще художникам-керамистам очень тяжело работать, потому что глазурь до обжига, она иногда имеет один цвет, а после обжига в печи она меняет свой цвет и свою насыщенность. И поэтому, когда художники-керамисты работают, первоначально работа выглядит совсем по-другому. Я делаю очень-очень много пробных обжигов, чтобы у меня так получилось. Долгие годы базой для творчества мастеров служил Кжельский экспериментальный керамический завод. Однако несколько лет назад деятельность его приостановили. Он принадлежал Московским Союзом. И там совершенно разные художники работали. Там было много сделан монументальных работ. Например, там был сделан палеонтологический музей. Там много керамики было. И там многие известнейшие мастера работали на нашем заводе. Лишившись завода, художники свое ремесло не забросили. Многие из них оборудовали в мастерских специальные печи для обжига и продолжают удивлять зрителей новыми работами и выставками. К слову, проект про формы, где представлено более 105 работ 10 авторов, можно будет увидеть в палатах Владимира Суздальского музея-заповедника до 13 ноября. Карина Романова, Дмитрий Шаталов, Губернии 33.